День Победы Войны исторического общества 1945 Где можно будет увидеть сражение? Какой из исторических эпизодов реконструкторы решили воссоздать в этом году? Как будет выстроена развлекательная программа для тех, кто не прочь прикоснуться к истории? Об этом и многом другом мы побеседовали с участником Войны исторического общества 1945 Александром Крупиным. Александр, давайте начнем с самого интересного реконструкции. Мы встречались ровно год назад, в мае 18-го, и тогда вы сказали, что надо бы сделать перерыв. Во-первых, чтобы не превращать в конвейер, во-вторых, чтобы набраться идей, а они для такого дела необходимы. Прошел год, в этом году реконструкция будет. Как вы считаете, то решение взять перерыв было правильным? Мы считаем, что правильно было. Это связано с тем, что, во-первых, как мы в прошлом году говорили, не хотелось делать мероприятие более простым, упрощать его. Хотелось сделать, наоборот, более сложным, более интересным. И поэтому этот перерыв как раз и позволил нам лучше подготовиться, лучше создать материальную базу, привлечь больше участников и так далее. Поэтому сейчас, когда мы уже подходим непосредственно к этому действию, можно сказать, что, во-первых, новая площадка. У нас в этом году будет новая площадка, она находится в районе поймы реки, в районе роддома, на спуске, в Маслехинском спуске. Там немножко такой, получается, для зрителей, как бы лучший вид. Они как бы повыше, там такой спуск. Как на ладони. Да, спуск. И как бы люди будут смотреть на действия немножко сверху. Как в форум такой. Да, как в таком вот амфитеатре. И это, конечно, обуславливает немножко другой сценарий. Ну, другие виды, какие можно показать. Там это маневры, какие-то еще вещи, засады, которые на плоском пространстве достаточно тяжело показать. И поэтому сценарий будет такой, он называется партизанский сценарий. Там будут участвовать и партизаны, и местные, как бы и гражданские, и войска. То есть все-все-все-все, все, что можно там будет замешано. Ну, из-за этого мы надеемся, что все будет интересно и зрителям очень понравится. А во сколько все начнется? Начало работы интерактивных площадок и лагерей, где-то начнется после 12.00. А непосредственно реконструкция начнется в 15.00. В 15.00. Да, поэтому, ну вот где-то в этом период можно там. Лучше прийти много пораньше, чтобы занять место там получше, чтобы там посмотреть на интерактивные площадки, там с детьми, чтобы поучаствовать, как я сказал, полоса препятствий, другие какие-то там будут еще развернуты различные такие интерактивные площадки, где там можно посмотреть, потрогать, там поглядеть. Ну, будет там и театр, будут и песни, много чего интересного. У вас вообще, кстати, какой-то странный подход, ну как странный, странный с точки зрения общепринятой музейной парадигмы. Обычно же как «не трогай, все за стеклом», а тут «подходи, бери, смотри, участвуй». Ну да, но это такое веяние последнего времени, поскольку, чтобы люди, ну как-то, имели возможность непосредственно тактильно прикоснуться ко всему, но это более как бы погружает человека, приближает его. Имеет больше эффекта воздействия. Да, да, конечно. Кстати, еще по поводу реконструкции. Будет воссоздано какое-то конкретное историческое сражение или просто общий бой? Нет, ну, значит, действия будут примерно, это 44-й год, лето, Белоруссия, освободен Белоруссию в рамках операции «Багратион». Ну, операция «Багратион» совсем-то началась 22 июня там, но до операции «Багратион» там достаточно серьезно велись боевые действия на линии, примерно, это, Витебск, Гомель. Извините, это специально в день начала войны решили начать операцию? Да, да, именно так. Это такой был политический момент. Мы вам в 41-й год наоборот устраивали. Да, и они устроили, действительно, так и получилось. Устроили наоборот, потому что по итогам операции «Багратион» немецкие войска были практически изгнаны из территории СССР. На территорию там Польши, там Германии, Восточной Пруссии, Прибалтики. В общем, наступление было стремительное. Очень стремительное. Самый блиц-крик, о котором мы говорим. Да, 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 именно так. Немцы ожидали на южном фланге наступления в районе Украины и Припяти, но советское командование сумело вести заблуждение немцев, и как бы наступление началось в Беларуси. И таким образом, мощным ударом... Александр, а вот такой вопрос. Немного отвлекаемся, но тем не менее. Красная армия в 41-м и 44-м году, это две разные вещи? Абсолютно разные. Хотя, как бы, наверное, много людей-то еще и командиров осталось там с 41-го года, но это были, конечно, уже совсем люди другого характера. С другой выучкой, это было другое оружие, это была другая тактика, это была другая организация. Ну, в общем, это все годы, прошедшие от начала войны до 44-го года, они, конечно, были годами такой кровавой учебы, так скажем. Кровавой учебы. Когда люди оказались не готовы к тому, что им придется столкнуться? Ну, это вопрос не готовый, это такой уже послевоенный ответ. На самом деле, все были готовы. Перед войной этого не было. Перед войной две державы крупных, как Германия и СССР, готовились к войне друг против друга. Они знали, что война начнется. И, в принципе, СССР прекрасно знали, что... Ну, даже время знали, когда будет. Это просто проверяется, потому что... Просто по документам мобилизация началась еще в конце апреля 41-го года. И до 22-го июня было мобилизовано порядка миллиона человек. Ну, это была тайная мобилизация. Ну, к примеру, вот у меня дед мой родной по матери был мобилизован в это время. Он был младшим лейтенантом, техником, танковым полком. Попал в плен первые два месяца подольше. Ну, это такой момент интересный насчет мобилизации, потому что ведь на проблемах мобилизации практически построена вся Первая мировая война была. Сейчас поясню. Дело в том, что вот этот мощный удар немецкой армии в 41-м году, 22-го июня, собственно говоря, и удалось-то удержать такими медными страшными. Вот там котлы, инопленные, там Киевский котел 500 тысяч, там Минский котел 300 тысяч, Вяземский котел, там почти 500 тысяч пленных, да. Но вот эти пленные, вот эти люди, которые там защищались, ну, там они погибали, там попадали в плен, это вот и были те люди, которые были мобилизованы заранее. Вот если бы их не было, немцы оказались под Москвой бы не в октябре, а в августе. И мы понимаем, с какими последствиями. А как вы думаете, кто-то в советском командовании понимал, что это сработает так, и это должно так сработать, потому что другого выхода нет? Ну, готовились к войне, вот если почитать предвоенные документы о том, как СССР готовился к войне, то мы увидим там, что основная концепция была, что война на чужой территории малой кровью. И поэтому, как бы, обе стороны готовились к наступлению, и просто, как бы, советские моторизованные танковые корпуса были стянуты к границе, и стояли, ну, командование знало, что у немцев на той стороне границы находится порядка пяти миллионов военнослужащих. Это было известно разведчикам. Разведка относила постоянно, что ясное дело, что если у противника находятся такие силы на границе, они вот-вот начнут войну, было понятно. Но, как бы, немецкая армия была сильнее значительно. И эта сила ее больше заключалась именно в опыте, заключалась в том, что в организации. Вот на секунду прерву, всегда меня удивлял. Одно японцы, 300 лет Жеремири, разучились воевать. 41-й год. 15 лет назад закончилась гражданская война, в которой вся страна воевала. У людей был боевой опыт. Ну, по большому счету, вот этим опытом, как бы... Или это был другой опыт? Это был другой опыт, да. Это сменилось поколение техники, сменилось поколение оружия. Практически из того оружия и тех... Я сейчас объясню. Вот этот опыт гражданской войны, он где-то был примерно до 36-го года, где-то до озера Хасан. А вот после озера Хасан, как бы, вот, стычка с японцами, да, потом, значит, финская война, потом, значит, мы увидели, как немецкий Блицкриг сработал там осенью 39-го года в Польше, когда там за 10 дней практически Польша была разгромлена, да. Потом мы увидели, как за месяц была разгромлена Франция. Это самое удивительное. Да, о чем Советский Союз просто не ожидал. То есть Сталин там и руководство, они просто не ожидали, что там за месяц можно разгромить Францию. Но французы, они просто отказались, как бы, воевать. Хотя они защищают достаточно упорно, но в какой-то момент они просто сломались. Ну, ученые на сегодняшний день, они говорят о том, что сломались из-за последствий Первой мировой войны, потому что, все-таки, если мы посмотрим на события Первой мировой войны, во-первых, Первая мировая война, это, как бы, главная война, следствием которой являлась Вторая мировая война. То есть без Первой мировой войны никакой Второй мировой войны бы не было. Ну, это понятно. Это одно целое, разнесенное по времени на 25 лет. Да, просто разнесенное. Вот такое 20 лет между ними разница, и это продолжение второе. Главный вопрос, который ставят современные исследователи, они говорят так, что Первая мировая война произошла. Хотя если мы посмотрим на причины Первой мировой войны, мы просто удивимся, какой-то такой причины глобальной не было, благо это цепь каких-то мелких причин, каких-то мелких обстоятельств. Если мы поглядим поближе, про переписку с Саней Николаевым, с Вильгельмом Вторым, и переписки других австро-венгерских и прочих французских руководителей, то мы увидим, что никто не хотел войны. Никто. Все писали, что никакой войны, никогда быть не может. И вдруг все это складывается в такой куб, когда война уже идет сама, не обращая внимания на то, кто чего хочет и кто чего не хочет. Поэтому предугадать, когда начнется война, невозможно. Был бы прибор, который мог бы говорить, что теперь пора, зазвонила у нас и сейчас будет война. Нет такого, невозможно. Никто не предполагал, что будет Первая мировая война. Допустим, Вторая мировая война уже явная боль, потому что она была следствием неразрешимых проблем Первой. Там все-таки как-то было понятно, Адольф, поджигатель войны, поджигатель Европы, это все было видно по его действиям. То в Первой мировой войне таких причин не было. Не было причин таких просто. Неужели вы думаете, что миллион людей готовы погибнуть из-за какого-то герцога Фердинанда, убитого в сарай? Да нет, конечно. Это был просто запал. Есть мировая теория войн, которая говорит так, что по сути война как явление — это часть человеческой жизни. Неотъемлемая. А происходит это так, что в обществах, в странах накапливаются какие-то противоречия, обиды друг на друг. Они копятся, складываются во что-то, а потом все это время взрывается, и наступает война. Но это мы сейчас говорим про мировую войну, потому что локальные конфликты все время есть, они в процессе каких-то там всегда есть. И вот вопрос такой задают, а вот возможно это все как-то прекратить? Тут мы можем посмотреть на этот вопрос со стороны мирового порядка. Допустим, мировая война Франции с Пруссией окончился венским миром. Мы видим, что после венского мира появилась Германия, объединенная. Вообще новый мир появился. Абсолютно новый мир. Венский мир, который был до 1917 года. В 19-м году появился Версальский мир после Первой мировой войны. Опять новый мир устройства. Новый порядок, новые отношения, новая техника. Вообще все новое. Новые законы, новые страны в конце концов. Великая Отечественная война. Подздамский мир и опять новое мир устройства. Каждая мировая война подразумевает изменение мирового устройства. Договор всех со всеми на определенный срок. Сейчас мы находимся в таком состоянии, что поддамский мир уже немного устаревает. Мы видим, что меняется поколение, меняется все вокруг. Будет ли из-за этого война? Пока ответить невозможно. Конечно, все стараются. Собственно, и раньше все старались, и сейчас все стараются. А уж будет, не будет, сложно сказать. Сложно сказать. Очень много параллельных процессов, которые часто не взаимосвязаны, и взять их в один пучок и остановить невозможно. Отвечают разные люди. Плюс я не знаю, насколько это верно. Это может быть довольно общая теория. Знаете, говорят, что войны нет до тех пор, пока есть поколение, которое помнит, что это такое. Сейчас оно уходит. Да. Причем это верно очень. Потому что, если мы посмотрим на руководителей нашей страны, последний руководитель у нас, который был участником Великой Отечественной, умер в 82-м году, Леонид Ильич Брежнев. Он участник войны, ветеран. И, собственно говоря, до него все там тоже и Хручев, и Сталин. Это все участники Маленков. То есть это все люди, которые видели войну, которые нюхали порох, видели кровь. Вроде бы это являлось защитой некой. Правильно вы сказали, Константин, что это защита от такого. Но сейчас защиты нет. Мы остались… Антитила из организма ушли. Да, они ушли. Вот мы сейчас остались в поле, народы все, и у всех руководителей, которые не воевали. И у них отношение к войне гражданского человека, более легкое. И это некий тревогу вызывает у людей. Потому что мы не знаем, как это. И некоторые слова людей, которые так очень легко обходятся со словами, вызывают отрыв у некоторых. Ну, бывает такое, да. Вы знаете, мы как котелок, который накрыли крышкой под названием ядерное оружие. Вроде бы глобально не дает, но все равно там бурлит, плещет и периодически через край выскакивает. Да. Философы говорят так, современной философии, что человек так же, как и общество, накапливает внутри себя вот это вот все. Вот этот негатив весь. Ему нужно обязательно как-то выплеснуть. Ну, в теории, это там драка. Ну, это человек, который там бьет кого-то, или там как-то кричит. Сдулью об стену покидаетесь. Ну, что-то делает, да. Он вообще агрессивный становится. У него таким образом он освобождается от накопленного всего. Но единственное средство — это вот эту агрессию, эту энергию перевести во внутреннюю. Агрессия — это внешнее такое состояние человека. А вот эту агрессию перевести во внутреннюю. Ну, это такие уже сложные вещи, как медитация, теории, практики всевозможные. Может, обахнаться этим и заниматься невозможно. Это невозможно, конечно. Пока это возможно только… Ну, они говорят об осознании. Осознание человека, который, осознавая, что он делает, он может предотвратить. По сути, это так. То есть война проходит неосознанно. Мы бьем чашку об стенку неосознанно, потому что мы сильно возбуждены, и вот мы это совершаем на эмоциях. А за эмоциями стоит ум и сознание. Вот если чуть подождать, то чашку уже не грохнешь. Так подумаешь, скажешь, да нафиг надо, поставишь на место. Ну, это такой момент психологически известный. Много из возможных теорий, как попробовать предотвратить войну, но по сути это пока никому не понятно. Кстати, Александр, вот такой вопрос. Восприятие Второй мировой войны в Европе и в Азии — это две разные вещи? Абсолютно. Я просто пример приведу, такой короткий, чтобы понятно было. Вот представьте себе восприятие немца в 1917 году. Я напомню, что Первая мировая война закончилась в сентябре 2018 года. В 1918 году Германия капитулировала перед странами Антанты. В тот момент странами Антанты являлась Франция, основными США и Великобритания. Там еще были Бельгия, Голландия, европейские страны, не большие. Я сейчас про большие говорю. Представьте себе, в 1917 году, то есть за год до капитуляции практически, и Россия была в тот момент, тоже странная Антанты. В России происходит революция, и в марте месяца 2018 года в России подписывают Брестский мир. Что такое Брестский мир? Это треть населения, отданного немцам. Это Грузия, вся Украина, Белоруссия, Прибалтика, часть России. Немецкая армия, которая была на издохе, получает карт-бланш. Германия, которая голодала, получает украинский хлеб, ресурсы российские. Столько людей, которые работают на немецкую экономику. Естественно, перебрасывают все войска на Западный фронт, в 1918 году. Все пушки, все свои основные части туда, на Запад. И готовятся к генеральному наступлению на Париж, чтобы разгромить Париж. Что в это время немцы чувствуют в Германии? Они рады. Мы только что разгромили Россию. Мы заняли огромную территорию. У нас огромные ресурсы. У нас прекратился голод. Все у нас отлично. Мы освободили армию. Сейчас мы ударим по французам. Возьмем Париж. И все у нас отлично. Германия на подъеме. Вильгельм II ликует. Германцы просто на высоте. Вот сейчас. Это наступление начинается в августе. И оно продолжается. Идет. Практически совсем немножко им не удается дойти до Парижа. Совсем чуть-чуть. Оно останавливается в сферу, потому что у немцев кончается ресурс. Просто кончается. Кайзер немецкий Вильгельм II объявляет, что война окончена своим гражданам немцам. «Послушайте, как окончено?» «Ну, вот так. Все. У нас больше нет сил сражаться». Немецкий народ говорит. «Да как нет сражаться? Да мы только что одних победили. Вот у нас наступление только шло. Да мы всех вот-вот-вот». «Да как это?» «Да такого не может. Вы что? Вы нас обманули. Вы просто предатели». И вот, собственно, вся адольфовская логика, если мы посмотрим потом, логика Адольфа Гитлера, она на этом была построена. Это это разочарование немцев. Конечно. То есть немецкая нация, на которой практически… В районе Пруссии, Латаринга и Элизаса были боевые действия. А в основном-то Германия была нетронутая. В тот момент не было ковровых бомбардировок. В то время не было там… То есть Германия была целенькая. Она была значительно больше, чем мы сейчас на карте. Практически в два раза. То есть это все территории, которые были отобраны по версальскому миру в 19-м году. А до этого она была значительно больше. И вот это вот огромный конгломерат, сильнейшая страна, которая фактически в пяти минутах, как они считают, были от победы и заявляют, что вы проиграли. Ответ естественный, реакция. Да это предатели. Нас просто предали. И поэтому Вильгентаро бежит в Голландию со своей семьей, чтобы спастись от собственного народа. Начинаются вот эти буржуазные реформы, начинается буржуазная революция Германии. Вот это все с 19-го года баварские республики и так далее. То есть начинается борьба внутренняя внутри Германии за все это. Фрайкоры. Я просто хочу вам показать глазами, как все это немцы смотрели на все это дело. Для них это было так. Для них это было именно так. Да. И естественно они считаются предателями. И на эту почву Адольф со своими идеями отлично пришелся ко двору. Прекрасно просто. Почему ведь его поддерживали большие начальники, как Людендорф, причем большой, уважаемый человек в Германии на тот момент был. Его очень много поддерживало старых немецких ветеранов, больших генералов. Именно поэтому они считают, что предатели нас предали, да мы вот-вот должны были победить. Одно цепляет другое, другое цепляет третье. И вот так все происходит по ступенькам. В итоге имеем, что имеем. Еще хочу сказать, что процессы все сложные. Вот эти все процессы крайне сложные. Сложность процесса я поясню. Вот один короткий пример. В 1939-1940 году были переговоры Советского Союза с Гитлером по поводу Бессарабии, это южная Буковина, это Молдавия нынешняя. Товарищ Сталин был разумным человеком, и он готовил удар по Германии, что совершенно нормально. Ну а как же, он готовил ударом своих механизированных корпусов. Цель его была разгромить Румынию ударом для того, чтобы лишить немецкие танки нефти. Потому что все-таки три четверти бензина и нефтепродуктов в Второй мировой Великой Отечественной войне были из Румынии и Венгрии. Поэтому он понимал прекрасно, что разгромив Румынию, мы сможем лишить немцев бензина. Румыния, которая была лояльна до этого более-менее к Советскому Союзу, после захвата этой Буковины, там происходит переворот, и там захватывает власть фашистское правительство. Они стоят с нам врагами, они просто румынии вступают в войну со стороны Германии, то есть мы еще одного врага себе на голову поимели, да еще и с нефтью с такой. Я хочу сказать, что иногда очевидные решения, очевидные вещи не дают того результата, который рассчитывают, но бывают совсем обратные. Поэтому объяснять, что все очень логично, линейно и понятно в истории — это неправильно. Потому что все настолько сложно и непредсказуемо. Если мы поставим себя на место человека того времени, то мы поймем, что сложность просто колоссальная. Когда мы сейчас все знаем, как все это было, нам легко оперировать всякими фактами, мы же все знаем, а ничего не знаем. Я рассказал маленький пример, а сколько таких примеров было? Да просто тысячи и миллионы. Все это шло именно вот так, хотели так, получилось эдак. Надеялись на это, а вышло вот так. Вся история из этого соткана. Александр, давайте вернемся к реконструкции, еще раз напомним, когда она пройдет, чтобы люди имели возможность прийти. Реконструкторское поле начнет работать с 12.00 в районе Маслихи, на спуске Маслихи, в районе роддома. Нового роддома, там спуск, где катаются люди у нас на санках. Там произойдет действие и будет непосредственно реконструкция. Будут лагеря, как мы говорили, там все очень интересно. Это будет исторический мини-парк, когда можно будет прийти, окунуться в эту атмосферу. Да, пообщаться. Да, да, да. Будет интересно. Бахать много будете? Много. Много. В этом году. Мы развиваемся, параллельно развиваются пиротехнические наши партнеры. А партнер у нас Нижегородский, очень грамотный, допустим, руководитель, он вообще закончил университет по специальности химии, и он такой человек очень-очень продвинут в этом деле. Я надеюсь, что в этом году он превзойдет все предыдущие годы. Он тоже два года готовился. В общем, жахнет как надо. Да. Жахнет очень сильно. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с участником военно-исторического общества 1945-й Александром Крупиным. Александр, большое спасибо, что согласились прийти. Друзья, 9 мая, пойма реки, Маслихинский спуск. Приходите, будет интересно и громко. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова